Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Сборная спортсменов Ненинского округа вернулась со Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля для людей с инвалидностью «Пара Крым-2017» с комплекта медалей. Участников соревнований поздравил глава округа Игорь Кошин. В кабинете губернатора в этот день состоялось также подписание соглашения о взаимодействии между администрацией региона и Ненинским региональным отделением Всероссийского общества инвалидов. В этом году сборная Ненинского округа на соревнованиях в Крыму была представлена четырьмя спортсменами и одним руководителем делегации. Золото в дисциплине настольных игр «Джаккала» голландский бильярд завоевал Масрудин Агасиев. В легкой атлетике второй стала спортсменка Мария Шкаль. В соревнованиях по пауэрлифтингу среди женщин третьей стала Марина Гавша. В жеме штанги лежа она подняла 62,5 килограмма. В дисциплине по настольному теннису Али Тагермерзоев занял шестое место. Как признаются спортсмены, пробиться в тройку лучших ему не позволили сильные соперники. В этом году команда Ненинского округа улучшила свои прошлогодние показатели не только с количественной, но и с качественной стороны. Если в 2016 году окружные спортсмены завоевали две бронзы, то в этом году в их арсенале золото, серебро и бронза. Улучшился результат по командному зачету. По командам ССФО окружная команда стала второй, уступив лидерство только сборной Санкт-Петербурга. В ходе встречи с представителями общества инвалидов губернатор распорядился организовать в Ненинском округе ежегодный региональный фестиваль для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В Наринмаре активисты ОНФ добиваются сноса несуществующего дома на авиаторов. Все дело в том, что подрядная компания успела возвести лишь фундамент, после покинула объект. Стройка давно заморожена, и теперь вот такой памятник представляет опасность для детей. Бетонные перегородки и железные арматуры школьникам заменяют игровую площадку. В историю уже вмешалась уполномоченный по правам ребенка в Ненинском округе. Почему контролирующие органы уходят от ответа, и сколько еще времени заброшенная стройка будет испытывать нервы родителей, репортаж Олега Хатанзейского. Плакаты с надписью «Опасная» и яркая сигнальная лента сегодня появились вдоль всего периметра заброшенного объекта. Активисты ОНФ говорят, детей это, конечно, навряд ли остановит, впрочем, сейчас они хотя бы предупреждены. Заброшенная стройка уже давно стала местом притяжения от детей. Они играют здесь каждый день, несмотря на опасность. Тут даже возвели что-то вроде домика, а внутри постелили матрас. Недостроенный дом уже давно вызывает беспокойство у местных жителей. Они постоянно наблюдают из окон своих квартир, как школьники бегают по сваям. И сколько бы детей ни ругали, меньше их здесь не становится. Эти кадры были сделаны в конце мая. Не опасно? Нет. Весело? Да. А кто сделал эту качать? Это мы сами сегодня. Бетонный фундамент, существо осталось от грандиозных планов строителей. Заброшенный объект в микрорайоне авиаторов никто не огородил. Первых инцидентов ждать долго не пришлось. Когда тут бегают, они упадут, как он тогда бежал-бежал и упал. Активисты Народного фронта признаются, до заброшенной стройки никому не дело. Обращались уже в департамент ЖКХ и в мэрию пока безрезультатно. Пытаемся как-то даже выйти на те же органы, которые должны контролировать этот процесс. Но делают вид, что никто ничего не знает, не видит. Если это ведется стройка, значит она должна огорожена быть, но ничего вот нет. Мы уже не первый раз обращаем на это внимание. То есть еще летом мы думали, что продолжится строительство. Но сейчас уже середина сентября и мы видим, что никакого строительства даже не намечается в этом районе. Поэтому действительно объект опасный. Об этой стройке известно немного. Дом начинала возводить компания «Евростроймонолит», но позже покинула объект. По некоторым данным, городские власти продолжают судиться с недобросовестным подрядчиком. При этом экспертиза показала, фундамент сделан с грубейшими нарушениями технологий. Выход один – демонтировать. Но кто и когда это будут делать, непонятно. Искать ответы на вопросы фронтовики намерены совместно с уполномоченным по правам ребенка в Ненецком округе Риммой Галушиной. Вот как она прокомментировала эту историю. А нам нужны действительно какие-то конструктивные предложения, потому что вот это безобразие оставлять на зиму ни в коем случае нельзя. Потому что мы прекрасно понимаем, занесет это все снегом, дети будут здесь играть, кататься, не зная, что под снегом лежит. И, конечно, вполне может быть травмирование ребенка. Вопросы у общественников вызывает не только заброшенная стройка. Рядом с объектом установлены тепловые колодцы, которые почему-то не закрыты. Там теплотрасса действующая. А где люк? Поэтому вот как-то по КТС не заботится о сохранении тепла своих теплотрасс. То есть уже неэффективно используется тепло. Что касается недостроенного жилого дома, то активисты ОНФ и омбудсмен договорились в ближайшие дни организовать круглый стол и пригласить на него сотрудников профильного департамента, а также представителей мэрии. Ведь решение нужно принимать как можно быстрее. Скорая зима, а значит железная арматура скроется под снегом. Один неверный шаг – ребенок может серьезно пострадать. Олег Хатанзийский, Александр Дуркин, телеканал «Север». С нового года все сопроводительные документы на товары, подлежащие ветеринарному контролю, будут оформляться только в электронном виде с использованием Федеральной системы «Меркурий». Ее разработчиком и оператором является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Хозяйствующие субъекты, занятые оборотом продукции животного происхождения, в ближайшее время должны зарегистрироваться в системе и уже с 1 октября начать перемещение и прием продукции в сопровождении электронных документов в тестовом режиме. Тему продолжит моя коллега Ирина Нежалова. На примере одной из компаний специалист государственной ветеринарной службы Елена Макеева показывает нам, как работает система «Меркурий». То есть перевозка идет со сменой владельца, то есть мы идем, везем на виду с ОПХ. Номер машины у них водится, есть свой 456, молоко идет охлажденное, далее добавляются получатели. С помощью «Меркурия» можно отследить всю цепочку движения готовой продукции – от переработки сырья до хранения и реализации на прилавках магазинов. В свою очередь это позволит при необходимости найти и отозвать из оборота опасный или некачественный товар. Еще одно преимущество нововведения – экономия времени. Они удаленно в своем аккаунте нам посылают документы, мы их принимаем электронно. Дальше они идут уже на реализацию, то есть они сами же в свои магазины могут их пересылать. Мы только подтверждаем эту заявку. Тех, у кого нету, это на самом деле будет занимать очень много времени. Интересуемся у главного ветеринарного инспектора Ненецкого округа, не возникнет ли проблем при работе с системой у оленеводов. К примеру, убойные пункты, которые находятся далеко от населенных пунктов округа, лишены возможности доступа в интернет. Оказывается, и в этом случае предусмотрено решение. Они могут передать эту информацию в ближайший ветеринарный участок, он будет выписан, здесь будет выписан документ на него. Это предусмотрено правилами. Обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары, подлежащие ветеринарному контролю, вводится с 1 января следующего года. К товарам относятся в том числе готовая молочная продукция, готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или рыбы, а также макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой и другие товары, содержащие продукцию животного происхождения. В нашем регионе оборотом этих товаров занимаются 160 юрлиц и 45 индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день к системе электронного взаимодействия подключены только 133 из них. На сегодня в системе наиболее так хорошо, скажем так, работают наши большие хозяйственные субъекты, которые занимаются таким обширным оборотом. Это и городское потребительское общество, Нижнепечорское потребительское общество, это хлебозавод. Есть и хозяйствующие субъекты, есть и хозяйствующие субъекты, это и СПК ЕР, ООО ЕР, мясокомбинат начал заниматься. Для перехода предприятия к обязательной электронной сертификации в округе разработан план-график, в соответствии с которым до 15 сентября хозяйствующие субъекты должны зарегистрироваться в системе «Меркурий» и уже с октября начать перемещение и прием продукции в сопровождении электронных ветеринарных документов в тестовом режиме. Переход на новую систему, безусловно, потребует подготовки специалистов. Консультационную помощь здесь готова оказать государственная инспекция по ветеринарии. Мы хотим провести обучающие консультации, по большому счету обучение. Примерные сроки будут 25 сентября, потом 10 октября и 16 октября. То есть мы предусматриваем примерно три потока, там обучение будет в пределах двух дней. Точные даты проведения обучающих консультаций будут зависеть от наполняемости групп. Также возможно проведение индивидуальных занятий. Подробную информацию можно уточнить по телефону 2-12-73. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». ДТП с пострадавшими. Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Первомайской и Полярная. В результате столкновения автомобилей пострадали два человека. Прибывшие на место аварии бригады скорой помощи увезли их в Ненинскую окружную больницу. Как рассказал водитель автомобиля «Субару Форестер», он ехал по улице Первомайская в сторону Кольца, когда около автозаправочной станции «Лукойл» с улицы Полярная выехал автомобиль «Део Нексия». Я ехал по главной дороге по улице Первомайской. С улицы Полярной мне на перерез, но я ежиданно выехал в «Део». Я просто не успел, стал выворачивать, но все равно получился боковой удар в «Део». В итоге у меня пострадала жена, ее увезли в приемный покой. И водитель «Део» ее тоже увезли. Что с ним, пока не знаю. По словам Ивана Кислякова, после столкновения его жена потеряла сознание. У нее разбит подбородок, лоб и есть подозрение на перелом челюсти. По словам заместителя главного врача Ненинской окружной больницы, пациенты поступили в учреждение с травмами средней степени тяжести и сразу были отправлены на обследование. Как говорят водители, этот перекресток становится местом аварии из-за плохого обзора. Видимость ухудшают кустарники, растущие на левом углу улицы Полярная. Каждый грамм на счету. В Наримаре стартовал семинар по развитию приграничного международного сотрудничества «Кол Арктик». Символ веры и произведения искусства. В Центральной библиотеке открылась фотовыставка Виктора Толкачева. Проекты в сфере туризма и развития бизнеса могут быть реализованы в Ненинском округе и приграничных странах на грантовые средства программы «Кол Арктик». Об этом в интервью телеканалу «Север» рассказала руководитель российского офиса программы Юлия Коршунова. Для тех, кто хочет поучаствовать во втором раунде подачи заявок, в столице региона в эти дни проходит обучающий семинар. Напомню, программа приграничного сотрудничества «Кол Арктик» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам пограничных территорий восьми регионов из четырех стран. В России это инициативы Ненинского автономного округа, Мурманской и Архангельской областей, в Финляндии, Лапландии, в Норвегии – губерний Финмарк, Тромс и Нурланд, в Швеции – губерний Норвотен. Второй раунд подачи заявок на Гранд Кул Арктик стартовал в конце июня и закончится 29 сентября. Времени осталось крайне мало и тема, но ценнее. На семинаре потенциальные участники программы из Ненинского округа получат исчерпывающую информацию и индивидуальную консультацию по своим проектам. К слову, проекты должны отвечать ряду определенных требований. Одно из главных – приграничное сотрудничество. Это именно та цель, на которую выделяются средства. Другими словами, проект должен быть реализован совместно с партнерами из стран-участников программы и, несомненно, должен способствовать решению общих задач. Одна из организаций будет ведущим партнером, который будет подавать заявку, остальные организации будут партнерами. То есть для участия в программе у вас должны быть партнеры из партнерских стран. По крайней мере, один партнер из стран ЕС – это Финляндия и Швеция, и один партнер из России. Во втором раунде подачи заявок к рассмотрению принимаются заявки, направленные в том числе на развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение доступности регионов, развитие устойчивых, в том числе к климатическим воздействиям сетей и систем транспорта и связи. Как отметила Юлия Коршунова, руководитель российского офиса программы, грантовые средства, которыми располагает «Кул Арктик», это государственное средство четырех стран – России, Норвегии, Швеции и Финляндии, а также Европейского Союза. И на фоне других фондов, которые выдают безвозмездные гранты, средства «Кул Арктик» достаточно существенные – в среднем от одного до трех миллионов евро на каждый проект. Получить их попытаются и жители нашего региона. Действительно, есть проектные идеи неплохие, достаточно ценные, жизнеспособные. Пока не могу сказать, какие, потому что это секрет. Хотя бы сферы. Сферы – это туризм и развитие бизнеса. Поэтому мы очень рассчитываем, что действительно во втором раунде количество и качество заявок, представленных от Ниньского автономного округа, конечно, существенно возрастет. Программа приграничного сотрудничества «Кул Арктик» действует с 2014 по 2020 годы. Первый раунд подачи заявок состоялся весной этого года. Третий раунд, по предварительной информации, пройдет в апреле-июне 2018. Представители «Кул Арктик» надеются, что к этому моменту у жителей программных регионов появится больший интерес и ценные проекты. На сегодняшний день Ниньский округ дважды участвовал в программе «Кул Арктик» в качестве партнера. Это были международные проекты по переработке оленьих шкур и внедрению ветроэнергетических установок. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Крест – как каноническое произведение искусства и предмет, который сопровождает человека на протяжении всей жизни. Такую идею заложил Виктор Толкачев, задумывая выставку фоторабот под названием «Кресты Пустозерска». Она открылась в Центральной библиотеке имени Печкова и стала первым мероприятием в рамках окружного праздника «День Пустозерска». «Это произведение мастеров, это традиция мастеров, это традиция людей, живших здесь». Вдохновенный рассказ о крестах Пустозерска слушаешь внимательно и с интересом. Что не крест, то история. Один поставлен Александру Кожевину, спасшему экипаж судна «Стернин» в 1894 году, другой – крестьянки с Перихиной, на некоторых церковная аббревиатура и даже имена. Позволить себе такое могли только пустозерцы, народ мужественный и независимый. Таким образом, они чтили и сохраняли память об усопших. «Сказал дерзкий пустозер, уважавший своих предков, мечтавший о том, чтобы они жили долго в памяти, они писали именно для того, чтобы память люди сохраняли. Здесь покоятся». Каждый крест, по словам фотографа, произведение канонического искусства и артефакт. Он может рассказать не меньше, чем другие исторические объекты. К примеру, резные вставки на креста говорят об искусственных мастерах того времени, а красота и сложность исполнения – о том, насколько почетным и уважаемым был человек. «Походится прах самоедяно-большеземельской тундры Григорий Аркадьевич Тайборей. Умер в 908 году. Крест сколько стоит в житияности». Передвижная выставка создавалась совместными усилиями автора и пустозерского музея при поддержке администрации региона. Для Виктора Толкачева она вдвойне важна. Накануне ему исполнилось 80 лет. «Я хочу вам пожелать, чтобы все прошло успешно и выразить одно, я думаю, общее мнение, чтобы мы следующую встречу провели, не дожидаясь очередного выбирания, а гораздо больше». Взглянуть по-новому на историю Заполярья сможет каждый посетитель Ненецкой центральной библиотеки. Затем фотографии отправятся по населенным пунктам. До 25 марта 2018 года передвижная выставка побывает в Тельвиске, Оксино, Красном, Великовисочном, Андиге и Коткино. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.